Всем привет! Вы купили новый iPhone и хотите перенести все данные со старого устройства на новое? Есть несколько способов перенести данные на новое устройство, но я расскажу самый простой и быстрый. Без компьютера, ноутбука, шнуров и iTunes. Распаковываю новый телефон, в моем случае это iPhone 12 Pro Max, или же купленный БУ. Разницы нет, инструкция по переносу данных универсальная. Перед переносом данных желательно зарядить оба телефона, чтобы они не сели во время переноса данных. Затем зажимаю кнопку Power включения и держу. Пока не появится яблоко на экране. Когда появилось яблоко на экране, отпускаю кнопку включения. Жду пока включится устройство. После включения устройства нужно выбрать язык. Ищу в списке русский язык и выбираю его. Затем выбираю страну или регион проживания. Выбираю в списке Украина, как правило она находится в самом низу списка по алфавиту. Прошу обратить внимание, что перенос данных с устройства на устройство возможно только в том случае, если iOS на двух устройствах не ниже 11 версии. При этом на двух устройствах должен быть включен Bluetooth. Подношу старый телефон к новому телефону. У меня появилась надпись «Настройка нового iPhone на старом телефоне». Для продолжения настройки нужно разблокировать устройство. Нажимаю «Разблокировать для продолжения». Можно разблокировать с помощью Face ID или же ввести код-пароль. Ввожу код-пароль, который установлен на старом телефоне. После снятия блокировки на старом устройстве появилась надпись «Настройка нового iPhone». Нажимаю кнопку «Продолжить». Теперь нужно поднести к камере старого телефона изображение, которое отображается на новом телефоне. Когда камера определила изображение, на старом телефоне появилась надпись «Завершение на новом iPhone». Пока информация будет переноситься, оставьте ваш старый телефон рядом с новым. На новом телефоне вводим код-пароль, который установлен на старом телефоне, с которого мы переносим информацию. На экране нового телефона появилась надпись «Настройка iPhone». В следующем окне происходит активация iPhone. Ждем примерно одну минуту. После активации iPhone предложит настроить Face ID. Для настройки нажмите кнопку «Продолжить». Я настраивать не буду и настрою позже. Нажимаю кнопку «Настроить позже в настройках». В следующем окне нужно подтвердить перенос данных со старого телефона. Процесс займет примерно 35-45 минут. Нажимаю кнопку «Продолжить». В следующем окне нужно принять условия пользования. Они стандартные. Нажимаем кнопку «Принять». В появившемся окне нажимаем еще раз «Принять». Подтверждаем настройку iMessage и FaceTime. Нажимаем кнопку «Продолжить». В следующем окне службы геолокации, которые позволяют приложениям в службах, таким как карты и локатор, собирать и использовать данные о вашем приблизительном местоположении, вы можете включить службы геолокации, но я рекомендую выключить. Нажимаю «Выключить службы геолокации». В случае необходимости вы всегда можете их включить для нужного приложения. В появившемся окне нажимаю «Ок». Аналитика iPhone. Для отправки данных о сбоях и системе вашего устройства. Я никогда не делюсь и нажимаю кнопку «Не делиться». Перед переносом данных нужно обновить ПО на новом телефоне. Желательно это делать, когда старый телефон подключен к Wi-Fi. Он автоматически передаст настройки сети Wi-Fi на новый телефон. Вверху экрана появится соответствующий значок, значит Wi-Fi подключен. Нажимаем «Загрузить» и «Установить». Затем кнопку «Принять». Условия пользования. iPhone предупредит, что если пропадает сеть Wi-Fi, то скачивание будет через мобильный интернет, за что может взиматься дополнительная плата. Все зависит от тарифа вашего оператора. Нажимаем «Продолжить». Процесс скачивания нового ПО займет примерно 24 минуты. Ждем, пока закончится загрузка нового ПО. В процессе скачивания время может меняться в зависимости от скорости интернета. После загрузки ПО появится надпись «Проверка обновления». Ждем, пока iPhone проверит скачанное ПО. После проверки обновления iPhone перезагрузится и начнет процесс обновления iPhone. Ждем примерно 15 минут. Время зависит от версии ПО и вашего устройства. После обновления ПО на экране появится надпись «Повторное подключение», затем «Подготовка к переносу». Ждем, пока закончится подготовка к переносу. Начался процесс переноса данных со старого iPhone на новый. Телефоны должны лежать друг возле друга. Ждем, пока закончится перенос данных. Процесс переноса данных завершится примерно через 19 минут. Но время в процессе переноса может меняться. Как видите, уже процесс переноса занимает 24 минуты. Нам остается только ждать. Перенос данных, фото, видео, контакты и приложений почти завершен. Процесс занял примерно 40 минут. На старом iPhone появилась надпись «Перенос завершен». Также Apple рекомендует, прежде чем отдать или продать старый телефон, стереть его содержимое. Для этого перейдите в «Настройки» и выберите «Стереть контент и настройки». Новый телефон в это время загружается. Ждем запуск. После запуска вводим код-пароль на новом устройстве. Код-пароль будет таким, как и на старом телефоне. После вы его можете сменить в разделе «Настройки». После снятия блокировки появилась надпись «Восстановление завершено». А приложения и данные продолжат загружаться в фоновом режиме. Нажимаем «Продолжить». В следующем окне Apple предлагает делиться аудиозаписями Siri. Я никогда ими не делюсь. Нажимаю «Не сейчас». Видим стандартное приветствие iPhone. Это значит, что он готов к использованию. Смахиваем палец вверх от низа экрана для разблокировки устройства. Все приложения появились на новом устройстве, но они в режиме ожидания и загрузка не идет. Нам нужно ввести на новом телефоне Apple ID. Нажимаем «Настройки» и вводим пароль от вашей учетной записи Apple ID. После ввода пароля нажимаем «Ок». Теперь на новом айфоне нужно пройти двуфакторную авторизацию и ввести код, который отображается на старом айфоне. После ввода кода проверки начнется процесс установки приложений. Все приложения на новом айфоне установились и готовы к работе. Осталось теперь переставить сим-карту на новый телефон. Берем старый телефон и с помощью скрепки, которая идет в комплекте с телефоном. Если же ее нет под рукой, можете взять обычную иглу. Вставляем скрепку или иглу в отверстие до щелчка и достаем лоток с сим-картой. Достаем сим-карту с лотка. Той же скрепкой достаем лоток для сим-карты на новом телефоне. В нем стоит уже сим-карта американского оператора связи. Достаем ее и вставляем нашу сим-карту в лоток. И вставляем в телефон. На новом телефоне появился значок сети. Сим-карта вставлена правильно. Теперь мы можем звонить и принимать звонки. После установки сим-карты появится окно настройки iMessage и FaceTime. Нажимаем ОК. Все данные, фото, видео, заметки, контакты и приложения со старого телефона успешно перенесены на новый телефон. Сим-карта вставлена. Телефон готов к использованию. Вот так просто это делается. Не забудьте стереть ваш старый iPhone. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментарии под видео. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»